Крыши текут, дома разваливаются, дороги разбиты. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Воздух нынче дорогой. Жители многоэтажки на Димитрово вынуждены платить за отопление летом. За июнь я не стала платить. Не могу я платить ни за что. Не могу. Живут, как на вулкане. Жители двухэтажки в горняке боятся оказаться под завалами собственного дома. 70-летнее здание пришло в негодность из-за воды в подвале. Выяснились причины аномальной жары в Алтайском крае. Топят слишком сильно. Так шутят жители дома с улицы Димитрово. Хотя ситуация такая, что совсем не до шуток. Летом в знойную жару они вынуждены оплачивать счета за отопление. Квитанции с кругленькой суммой отправляет управляющая компания. Вот видите. Вот. Это я вот. И каждая не меньше 400-500 рублей. 400-500 рублей только за один препарат. А тут еще масло в огонь подлили счета за отопление. Галина Васильевна, да и другие жильцы дома готовы оплачивать их зимой в отопительный сезон. Но никак не летом. У меня 2100 с лишним еще, с рублями. Мы, конечно, очень удивились. Так как у нас на воду горячую, холодную и отопление у нас установлены домовые счетчики. Мы поэтому спокойно платим всегда по счетчикам. А тут, значит, непонятно что. Ну, естественно, мы лично, я, заволновались, как это так, почему, что случилось. Жители обратились в свою управляющую компанию. Там пояснили, что на доме заменили счетчик. Новый не прошел проверку. Похожий ответ мы услышали от сотрудников обслуживающей организации в телефонном разговоре. Прибор учета не прошел проверку. Хотелось бы получить более развернутый ответ. Нас направили к энергетику. Но дозвониться до специалиста мы не смогли. И, соответственно, узнать, почему весь летний сезон жители вынуждены искать деньги и оплачивать тепло, которое в аномальную жару, естественно, никто не поставляет. Мы не можем летом, когда 50 градусов на улице было в июне месяце, платить за отопление. Вот сейчас отопление, да, допустим, нам выкатили. На улице сегодня будет 35. Мы должны 2000 отдать за то, что мы якобы оплачиваем. То есть как бы за воздух. Обидно, потому что, ну вот, раз у них это не доработки какие-то, но поставили бы они себя на наше место, как вот они бы, что бы они делали, платили там или... А компенсировать не обещают там в будущем? Вот, они, если бы они пришли, допустим, или кому-то из нас информацию, сказали бы, не волнуйтесь, может быть, заплатите, мы вам зимой там все это компенсируем. А они не дают никакой информации нам. Коммунальные эксперты отмечают, что счетчики как можно скорее необходимо оформить, узаконить. А что касается возможного перерасчета, то тут нужно все считать. Тут надо будет как бы с ними считать, это экономисты уже будут, скорее всего. Их, с их стороны, бухгалтерия, со стороны управляющей компании, я думаю, здесь как бы можем найти точки, чтобы именно уже в отопительный сезон, с условно октября 2023 года уже уйти на коммерческом учете через прибор учета. А вот по тому периоду, когда 2-2,5 месяца, 3, снабжалось в рамках норматива, я думаю, что здесь, в принципе, как бы можно расчетно найти какую-то такую точку, которую устроит и теплосбытовую организацию, и управляющую компанию, и потребители, потому что все-таки управляющая компания больше в их интересах работает. А между тем, жители дома на Димитрово для большей эффективности уже написали заявление в жилищную инспекцию края, планируют обращаться и в прокуратуру. А пока идут разбирательства, люди отказываются оплачивать воздух. За июнь я не стала платить, не могу я платить, ни за что, не могу. Вода камень точит. Обычно, говоря эту фразу, подразумевается долгий длительный процесс. Но, судя по состоянию жилого дома в Горнике, процесс будет очень быстрый. Дом разрушается на глазах и вот-вот может рухнуть. Вот я вот так кину камушек. Жителям двухэтажки в Горнике пора открывать свой спорткомплекс. Стихийный бассейн в подвале жилого дома можно монетизировать. Но такие коммерческие мысли начали посещать жильцов недавно. Бизнесом можно было заниматься на протяжении 30 лет. Ровно столько топит подвал многоквартирного дома. Но шутки шутками, а разрешающие документы на размещение общественного бассейна не выдаст ни одна инстанция. Подтопление в подвале привели к разрушению дома, рассказывают люди. У нас дом накренился. Он у нас просто-напросто развалится. А развалится только потому, что у нас в подвале на протяжении, я не знаю, ну может быть 30 лет стоит вода. У нас полный подвал воды. Ну то есть там метров, метра четыре. Вообще сырость. Я вот внизу живу. Вся вода моя. Земля-то вся влажная. Фундамент ушел. У меня стены от фундамента тянут. Все стены сыростью отпадают. Каждый год отбелют нанимают. И замазывают. Отковыривают эту старую ногу, замазывают. В стенах трещины. Штукатурка сыпется. Два года назад было погей разрушений. В подъезде лопнула стена. Жители чудом не пострадали. Все девчонки выскочили, напугались сильно. И МЧС вызывали. Обследовали, вскрыли пол и увидели, что там пропало. Фундамент пропал. Управляющая компания его все там подлили, заштукатурили. Все сделали. Ну два года прошло. И снова пошла трещина. Управляющая компания «Горняк» периодически бросает дому спасательный круг. Делает косметический ремонт, откачивает воду. Есть момент большой концентрации воды в подвале. Будем предпринимать меры. Будем советовать управляющей организации своевременно выполнять работу по откачке воды с подвального помещения. Управляющая организация выполняет текущий ремонт. Я буквально вчера был на этом доме. У них образуются трещины, рабочие трещины. Но путем текущего ремонта их устранил. И устранила управляющая организация. Дом 1952 года постройки. Аварийным не признан. Капитальный ремонт в последний раз проводился в 2008 году. Около 2 миллионов рублей ушло на то, чтобы отремонтировать крышу, фасад, систему электроснабжения. Но капремонт, жалуются жители, не помог. Дом как проседал, так и проседает. Одна из причин – грунтовые воды, отмечают в администрации «Горняка». Состоится рабочая комиссия. Мы выйдем на дом, услышим граждан, их предложения. Также зададим вопросы и управляющей организации о текущем содержании, что сделали они. Алтайская прокуратура и региональный следственный комитет заинтересовались условиями проживания жителей двухэтажки. Они организовали проверку в отношении должностных лиц города. Понесет ли кто-нибудь ответственность за то, что взрослые дети в любой момент могут оказаться под завалами собственного дома, узнаем после ведомственных проверок. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи!